Здравствуйте! Сегодня будем ремонтировать джинсы, а именно, штопать будем на коленочке. Вот такая небольшая у нас дырочка. Будем от нее избавляться. Выворачиваем джинсы наизнанку и будем распарывать боковой шов, чтобы подобраться к этой дырочке и штоп-штопать легко. Ну, если бы дырочка была где-то здесь вот вверху, то штопать нет проблем. Оно вверху легко расположить под машинкой. А это под коленкой и добраться до нашего дефекта, не распарывая штанины, тяжело, практически невозможно. Ну, как можно штопать, если тут вот такая толщина и прочее. Значит, оверлок я немножко срезала. А вот эту саму строчечку, значит, нарушила здесь уже я. На джинсах джинсы шьются непростыми машинками, специальными. И здесь вот такая специальная строчка, которая растягивается, крепкая нитка. И вот мы ее вот таким образом тянем в разные стороны и распарываем. Сантиметров 30, я думаю, будет достаточно. Ну, а оверлок немножко сложнее, но тем не менее. Вот таким образом распарываем. И потом будем штопать. Решила показать и оверлок тоже, как распарывается. Краешек, значит, срезала буквально там миллиметр два. И вот таким образом очень даже хорошо. Ну, ниточки потом, конечно, эти можно убрать, чтобы было все аккуратненько. Все, до нашей, значит, дырочки мы подобрались, как говорится, вплотную. Ну, вот эти ниточки, конечно, надо удалить. Эти ниточки надо удалить. Если здесь большая махра, и махру немножко можно удалить. Обмахрилась наша ткань. Видно, да? Чтоб потом она нам не мешалась и не торчала. Дырочка у нас тут небольшая. Вырезаем кусочек ткани. Ну, раз дырочка эта на коленке, сильно толстую ткань сюда, я думаю, не надо пришивать. Потому что будет эта ткань сковывать движение. Вот такая джинсовая ткань, тоненькая совершенно. Я думаю, здесь подойдет очень даже неплохо. Значит, некоторые наклеивают с изнаночной стороны флизелин. Флизелин скрепляет и уже отстрачивают. Но это непрочно. Я решила клеить карандаш, который я использовала уже несколько раз, как палочка-выручалочка, вы знаете. Значит, этой стороной будем клеить. Хотя оно как бы все равно, какой стороной. Ну, мало ли что. Вдруг когда-то тут немножко что-то раскроется. Пускай будет вот, темная сторона будет сюда приклеиваться. Значит, клеем намазываем для того, чтобы наша заплаточка зафиксировалась и не двигалась и не двигалась и с этой стороны. По размеру. Ну, так, чтобы хотя бы как-то примерно сориентироваться. Так. Совмещаем. Стараемся совместить как можно лучше. Может быть, какой-то пинцетик используем. Наложили. Посмотрели, что у нас с лицевой стороны. Вот так у нас с лицевой стороны. И будем теперь строчить, штопать на машиночке. Прямо вот по диагональке. Джинсовая ткань имеет же. Видишь, такие вот диагональки, да? Снизу вверх, слева направо. И вот как раз будем строчить. Прямо вот по этим... Так, где у меня тут ниточки подходящие? Очень важно подобрать нитки. Это очень важно. Если нитки подобраны плохо, то лучше не начинать. А сходить и подобрать в магазине что-то получше. Тут как бы идёт два цвета. Светлее и темнее. И вот я смотрю и думаю, а может быть даже использовать обе эти катушки. Посмотрим. Может быть даже и обе будем использовать. И отстрочим через миллиметр. То тёмный, то светлый. Мне кажется, так будет даже ещё и лучше. Так, значит, внутри заплаточка приклеена. Здесь с лицевой стороны немножко можно обчертить мелом, чтобы видно был размер заплаточки, как нам строчить. Значит, строчечка меленькая. Наверное, миллиметрика на два так, я думаю. Значит, у меня задний ход на машинке, честно скажу, плохой. И поэтому я буду ткань как бы крутить постоянно. Если у вас машинка задний ход делает хороший, шьёт хорошо, тогда не надо крутить ткань, а нажимаете на лапочку и строчите задний ход. Ну, а я немножко поморочу себе голову. Посмотрим. То ли будем мы одной ниточкой строчить, то ли двумя. Я ещё как бы не определилась, как говорится, война план покажет. Потому что здесь идёт то светлый, то тёмный рубчик, ну, как обычно на джинсах ткань. И вот так строчим. Ну, если строчить одной ниткой, то практически чуть ли не через миллиметр надо строчить. А если двумя нитками, то есть, ну да, если двумя, то через два, и ниточки будут между собой располагаться, ну, и тогда тоже будет получаться, что строчка через миллиметр. И вот так строчим. Прострочили мы нашу заплатку. Получилось вот таким образом. Это с лицевой стороны. Это с изнаночки такой вид. Неплохо получилось. Ну, вот что-то мне хочется попробовать ещё между этими тёмными строчками проложить вот такую вот дымчатая синенькая ниточка. Может быть, будет ещё лучше? Попробуем. Честно скажу, двумя нитками никогда не строчила. Попробуем, посмотрим. Ну, строчим всё таким же макаром. Ну, вот теперь, как бы между тёмными я буду пытаться строчить. Хочется, чтобы наша заплаточка была ух, какая! Как говорил Леонардо да Винчи, не бойтесь совершенства, вам его не достичь. Ну, а мы попробуем нашу заплаточку улучшить. Хотя, в таком деле с Леонардо да Винчи сравнение, может быть, не сильно уместно. Он писал картины, масло, а мы всего лишь штопаем джинсы. Ну, в любом деле надо стараться. Так. Так. Итак, шьём. Пока мы не покроем всю нашу заплаточку. Вот такими строчечками. Так, заштопали мы нашу дырочку. Показываю поближе. А то снимаю без оператора. Когда строчу, вообще ничего не видно. По-моему, нормально. С изнаночки. Значит, ещё раз повторюсь, строчила сначала тёмной ниточкой в цвет вот этой джинсы. А потом строчила светлой ниточкой в цвет вот этой ткани. И получилось вот так. Теперь что нам осталось? Теперь мы прострочим боковой шов. От ниточек избавимся. конечно. Обметаем его. И наши джинсы будут готовы. Прострочили бок. Обметали внутри. Вот такая заплатка. Это, конечно, был дефект несложный. Следующие джинсы, я думаю, сделаю мастер-класс посложнее. Сделаю, конечно. Они у меня лежат уже, есть в наличии. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.